Привет! Сегодня мы рассмотрим матч Рамсботом Юнайтед в стиле Бридж Селтик. В 22 часа 45 минут по московскому времени на зелёном газоне сойдутся футболисты клубов Рамсботом Юнайтед и стиле Бридж Селтик. Чтобы определить сильнейшего для обеих команд, эта встреча имеет очень большое значение, так что каждый тренер прикладывает максимум усилий, чтобы 7 ноября именно его подопечные одержали победу. Статистика данного противостояния насчитывает 43 поединка, в которых Рамсботом Юнайтед имеет 17 побед, а у соперника было 14 выигранных матчей после того, как в межсезонье футбольный клуб Рамсботом Юнайтед отпустил троих ключевых игроков. Результаты команды существенно ухудшились. Ведь сейчас Рамсботом Юнайтед в расстоянии 8 очков от зоны Еврокубков и в турнирной таблице занимает только 11 строчку, несмотря на новые трансферы. Новички оказались совершенно не того уровня, которого от них ожидали, так что у команды появились проблемные зоны на поле, и особенно это касается левого фланга, который полностью проигрывает соперникам в каждом матче. И если на своем поле футбольный клуб Рамсботом Юнайтед еще не так слабо смотрится, то на выезде дела вообще обстоят плохо. Так как было только две гостевых победы в сезоне, за последние пять туров команда проиграла дважды, а одержала только одну победу на поле и не выйдут травмированные правые центральные защитники. Этот сезон футбольный клуб Стиле Бридж Селтик проводит настолько мощно, что ему нет разницы, где выступать, дома или на выезде. Команда уверенно лидирует в чемпионате и опережает ближайшего преследователя уже на 10 очков, так что вопрос о чемпионстве уже практически снят. На выезде футбольный клуб Стиле Бридж Селтик допустил всего одно поражение и три ничи, а все остальные гостевые поединки были выиграны. Уровень команды настолько высок, что многим представителям данного дивизиона футбольный клуб Стиле Бридж Селтик устраивает погромы, забивая по четыре и больше мячей. Сейчас хозяева выдают победную серию уже из 11 матчей. А последнее поражение команды было еще четыре месяца назад, несмотря на то, что в лазарете находятся два опорных полузащитника, левый защитник и нападающий, для хозяев это небольшая проблема. Учитывая глубину их состава, мой прогноз на победу гостей, так как они сейчас в лучшей форме и не боятся выездных матчей, спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем пока!